Победитель московской гонки ДТН Победитель московской гонки ДТН Победитель московской гонки ДТН Мы увидели несколько интересных стратегий, которые в том числе помогли и Адриану Тамбе с 12-го места на старте прорваться на четвертое на финише. И сын экспилота Формулы-1 сражался здесь без малого за подиум до самого конца, но населец Агусто Фаркус в итоге смог сохранить третье место. И также стоит отметить и Джои Хэндон и Локси с 15-го места на старте за счет великолепной стратегии финиширован на седьмом месте. Но я думаю, вы согласитесь, друзья, с тем, что новая система правил относительно пидстопов в этом году и отмена обязательным холком пидстопов ввода новой опциональной резины. Все это очень серьезно разнообразило тактику. И очень приятно, что на трассе Мускул Рейсовый все это проявилось в полной мере. И мы увидели по-настоящему великолепную борьбу. Зрителей мы ведем много. И это также очень радует. Все больше и больше интересных гонок и интересных серий приезжают на трассу Мускул Рейсовый. Конечно, мы будем надеяться и на дальнейший розыск, дальнейшее развитие автоспорта в нашей стране уже в следующем году. 19 октября пройдет Гран-при России в Сочи. Гран-при Формулы-1. И нельзя также забывать и о успехах наших ребят. Сережа Сироткин должен дебютировать в составе команды Солгор в Формуле-1. Сейчас, слава всему, все готовится к интервью после этой гонки. Некоторые зрители пока не торопятся. Расходится. И стоит отметить, что здесь был вообще очень интересный и очень насыщенный викенд. Например, викенд ДТМ здесь также прошли тонкие Формула-Россия и Кубка Вады-Кранта. Продолжение следует...